МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, спорт, ты, жизнь. Это Город Эсс. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. И сразу представляю нашего гостя. Это Андрей Третьяков. Сегодня уже руководитель Департамента физкультуры и спорта Самары, конечно же. Здравствуйте. Ну и вот поскольку только сейчас представилось возможность, мы вас, конечно же, поздравляем. Давно говорили, давно ждали, но зато теперь можно вам задавать любые вопросы. Да мне и раньше, собственно, можно было задавать любые вопросы. Другое дело, что ответов не всегда я мог вам предоставить. Сегодня готов. Дорогие друзья, ответы Андрей Владимирович обещает предоставить не только мне, но, конечно же, и вам. 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте попробуем эти вопросы задавать на самом деле. Ну, везде написано, что Департамент физкультуры и спорта образовался главным образом потому, что предстоит нам чемпионат мира в Самаре 2018 года. Так вот, в общем, действительно только поэтому? Ну, не только поэтому. На самом деле, безусловно, важным этапом в развитии не только спортивной инфраструктуры города, но и вообще в развитии города является возможность проведения в нашем городе чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это важное мероприятие, которое действительно позволит нам развить и инженерную, и транспортную инфраструктуру, привести в порядок внешний облик города, памятники и так далее, и так далее. Очень много возможностей нам дает возможность проведения этого чемпионата. Но помимо чемпионата мира, очень много вопросов, связанных со спортом, накопилось в городе. Это и укрепление материально-технической базы, строительство новых спортивных сооружений, это и развитие популяризации физической культуры и спорта, и проведение новых мероприятий, и масса-масса других вопросов, которые необходимо решать здесь и сейчас. Не уходя далеко от чемпионата мира, а вот в связи с тем, что все-таки вот такая важная достаточно субстанция в вашей работе в ближайшей будет, на что, как вы считаете, правильнее будет и что вы планируете, на что делать ставку, на какой именно спорт? На спорт профессиональный или на спорт массовый? Кому будет большая поддержка? Вы знаете, в своей работе мы в первую очередь ориентируемся на развитие спорта массового. Это наша основная задача, это полномочия муниципалитета и нас, как департамента, непосредственно отвечающие за развитие физической культуры и спорта в городе. Основной задачей мы ставим это увеличение количества числа занимающихся спортом, физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни через призму проведения новых спортивных соревнований, возрождение, скажем так, забытых старых соревнований, которые были у нас там сейчас есть, ряд проектов, которые нам предлагают и ветераны спорта, и просто любители спорта, которые предлагают возродить. Мы сейчас рассматриваем и в планах в 2014 году, в рамках календарного плана, организовать и провести несколько таких, скажем так, забытых спортивных мероприятий. Одно из них, например, это легкоатлетическая эстафета по улицам города, которая ранее проходила вокруг площади Куйбышева, мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Ну и ряд других мероприятий, не буду забегать вперед, пока они в стадии обсуждения, и организационные вопросы, и финансовые связанные вопросы с этим, но уверен, что мы их реализуем. Ну а вот вы говорите о пропаганде здорового образа жизни, ну, мне кажется, она у нас была всегда, и, собственно, вот как сейчас она будет так мощно усилена, и вообще каким образом? Ну, в первую очередь, конечно, это за счет увеличения количества спортивных мероприятий. Спортивных мероприятий, направленных на различные слои населения, и на самых маленьких жителей города, и на взрослое население, и на ветеранов нашего спорта, в том числе, конечно же, и организация спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь именно такие. Конечно, организация крупных общегородских мероприятий, приуроченных к каким-либо датам знаменательным, либо традиционные мероприятия, которые у нас проходят на территории города, это и Кросснация, и Лыжня Россия, и Золотая шайба, и Лето с футбольным мячом. Все эти мероприятия в той или иной степени, конечно же, способствуют популяризации здорового образа жизни. Наша задача совместно со средствами массовой информации, радио, телевидения, интернет-порталы наиболее ярко показать, скажем так, показать самое вкусное из этого всего, да, самые интересные моменты, чтобы заинтересовать, привлечь наше молодое поколение, наверное, в первую очередь, для занятий физкультурой и спортом. Ведь не секрет, что, ну, на сегодня молодежь использует в основном интернет-пространство, там, в большей своей степени. Это компьютеры, это различные гаджеты. Вот оторвать от этого, оторвать от стола, от дивана, а привезти на улицу, на спортивную площадку. Вот это наша задача. Ну, эту задачу кто-то должен реализовывать, да? Кто уже работает и кто будет работать в новом министерстве, каким образом? В департаменте. В департаменте, да? Хотела вас немножко повысить, не удалось. Как формируется команда? Ну, команда на сегодняшний день, она, в принципе, сформирована. Штат у нас, хотя и небольшой, 25 человек, но достаточно молодой, активный. Люди, которые пришли на работу в департамент, люди с горящими глазами, с открытой душой, с спортивным, хорошим таким характером, с закалкой, силой воли. И я уверен, что те новые люди и люди, которые остались с предыдущего департамента, своей вот этой энергетикой подстегнут и мою работу в том числе будут стимулировать, и привнесут новые какие-то идеи, новый такой толчок для нашей совместной работы. Люди, приходящие в какие-то серьезные фирмы работать, проходят то или иное тестирование. Ваши, наверное, сдавали нормы ГТО. Это у нас впереди. Вот после того, как мы переедем, скажем так, в новое здание, обретем свое гнездышко, спортивное гнездышко в городе. После этого, наверное, мы все-таки проведем некие такие внутренние соревнования, определим самых сильных, самых ловких, самых умелых, самых веселых и находчивых в том числе. Мотивация должна быть очень сильная. Конечно. Дорогие друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Вы можете звонить к нам в студию. В Самаре появился таки департамент физкультуры и спорта. Его возглавляет Андрей Третьяков, который вот сегодня на наши вопросы и отвечает. Ну, коль скоро ответов у вас сейчас стало больше. Давайте про деньги все-таки поговорим. Давайте проговорим про деньги. Давайте поговорим про деньги. Ну, известно всем, что бюджеты всех уровней, начиная с федерального, претерпят урезание секвенции в этом году. И в том числе, не исключение, и бюджет города. Так вот, что касается спорта, конечно же, насколько вот драгоценен этот сосуд, будет ли на чем-то происходить сокращение финансирования, и можно ли уже сказать о чем? Ну, на сегодняшний день сформирован проект бюджета на 2014-2015, плановые 15-16 годы. Отрасль физической культуры и спорт здесь, ну, скажем так, в кавычках, пострадала в меньшей степени, наш бюджет сокращен всего на 1,2%, поэтому значительного сокращения, естественно, расходов на физкультуру и спорт не будет. Однозначно, те мероприятия, которые запланированы у нас в рамках текущей деятельности, в рамках реализации городской целевой программы развития физкультуры и спорта на 2011-2015 год, они будут сохранены в полном объеме. Что касается вопросов, связанных с капитальным строительством, с ремонтами различными, строительства новых спортивных сооружений. Вот здесь могут быть небольшие изменения, но мы здесь очень тесно взаимодействуем с областным министерством спорта, надеемся на их поддержку. Мы вовремя отправили необходимые заявки в проект бюджета областного. Ждем на сегодняшний день подтверждения о субсидиях на организацию проведения мероприятий, на строительство новых спортивных сооружений, на строительство футбольных полей и так далее. Надеюсь, что наша заявка будет одобрена. В каком объеме? Узнаем в ноябре. То есть вы еще не бились за свой бюджет? Мы бились, мы доказывали, но итог нашей работы будет известен в конце ноября. Вы заговорили уже про спортобъекты, спортсооружения, а какие перспективы все-таки появились в ближайшее время? И я думаю, что и на вас будут многие возлагать надежды в этом плане. Ну, я могу сказать, что уже это везде озвучено, везде прозвучало. В планах администрации городского округа Самара строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, универсального игрового зала в поселке Прибрежный. Это первый универсальный игровой зал, который появится у нас. Он будет располагаться в поселке Прибрежной на территории прилегающей к 165-й школе улицы Юности 2А. Это универсальный игровой зал, размерами 36 на 18, будет выполнен из каркасно-тентовых конструкций. Что-то близкое к фоку или нет? Да, да, да. Это каркасно-тентовое сооружение, достаточно мобильное, быстро возводимое, недорогое. И недорогое с точки зрения строительства устройства монтажа этих конструкций, очень быстро возводится. И недорогое в дальнейшей эксплуатации, что немаловажно при дальнейшем содержании этого объекта, мы должны понимать ту нагрузку, которая ляжет на бюджет города по содержанию этого спортивного объекта. Мы проанализировали целый ряд проектов, целый ряд предложений от строительных компаний, от компаний, которые занимаются возведением подобных конструкций. Остановились на этом предложении. На сегодняшний день формируется техническое задание. Мы определяем тот набор помещений, которые будут дополнительно к самому универсальному игровому залу. Мы определяемся, скажем так, по количеству мест для зрителей. Ну, вот различные технические характеристики, чтобы это было а. удобно, б. комфортно не только для спортсменов, но и для родителей, которые будут приводить туда заниматься детей. И чтобы это максимально было удобно для представителей различных видов спорта. Не только, допустим, баскетбол, волейбол, мини-футбол, но, может быть, здесь задействовать и бадминтон, и большой теннис сюда можно будет завести. Это мы предъявляем высокие требования и к покрытию, и к освещению, и к отоплению. Ну, ряд вопросов, которыми мы сейчас очень плотно занимаемся. Ну, для того, чтобы это стало прецедентом в будущем всегда? Да, безусловно. Это пилотный проект, который у нас будет реализован в 2014 году. Надеюсь, что он будет реализован успешно и удачно. Это появится, скажем так, к строительству следующих спортивных объектов подобного типа. А почему именно прибрежный? Ну, вы знаете, отдаленные территории города, наименее, скажем так, обеспеченные спортивными объектами, для нас очень важно, чтобы там все-таки были такие очаги не только спорта, образования, очаги культуры. Вы знаете наверняка о том, что восстанавливаются дома культуры, в том числе в Приобрежном. Вот эта задача перед нами стоит в первую очередь, первоочередная. Дальше, конечно, будем рассматривать там и Куйбышевский район, там, где... Ну, в центре города все-таки есть людям, куда пойти. Есть спортивные объекты, есть там фитнес-центры и так далее. Там этого, к сожалению, нет. Вот такой объект появится там, где все смогут заниматься спортом. Ну, по орбите, наверное, тоже расскажете. Ну, конечно, расскажу. Орбита и Маяк – это два проекта однотипных, скажем так, да. Мы уже не раз говорили о том, что это так называемые фоки-троечки, бассейн, лёд, универсальные игровые залы, футбольные поля. Ну, по последней информации из регионального министерства спорта и министерства строительства Морской области, такая информация, что к строительству уже приступят к следующему году. Сейчас завершается работа, там, например, на смертной документации и планируют строительство начать в 2014 году. Вот эти два объекта наиболее ключевые, наиболее важные. Что касается, все тоже ждут, хоккеисты, у меня очень много спрашивают, когда же у нас появится новый лёд или когда приступят к строительству нового льда. Вы наверняка слышали и читали интервью министра спорта Самарской области Дмитрия Анатольевича Шляхтина о том, что сейчас активно ведётся строительство крытого ледового катка за МТЛ-ареной на Советской армии. И в 2014 году в планах начать приступить к строительству крытого катка и бассейна, это такая двоечка будет фок. Нет, не на чайке, это территория ипподрома, на ипподроме. Земля муниципальная на сегодняшний день передана в Министерство строительства для осуществления работ по строительству. В 2014 году тоже там планируется строительство этого объекта. И вот, кстати, от зрителей вопрос тоже по поводу объектов стадион по Красных Коммунарам. Будут ли достраивать и 22-го партсъезда? Ну, это... О стадионе «Восход», насколько я понимаю? Нет, это... Не могу сказать, здесь, к сожалению, не написано. Ну, наверняка есть, наверняка есть контакт, да, зрителя. Я, безусловно, с ними свяжусь и расскажу о ситуации, которая складывается там. Наверное, сейчас сразу тоже спрошу, раз уже про ближайшее строительство спросили, заговорили. Не совсем строительство, но, тем не менее, дело к зиме. И уже многие достали коньки, начинают их точить, готовить. Где мы покатаемся нынче? На льду? Как, каким образом? Ну, работа такая нами начата уже. Мы сейчас совместно с районными администрациями проводим мониторинг тех площадок, которые мы планируем к заливке в этом году. Хочу сказать сразу, что вот в прошлом году у нас было порядка ста катков на всей территории города. В этом году их количество не уменьшится точно. Естественно, сохранятся катки на площади Куйбышева, полюбившиеся всем катки на набережной, в парке Гагарина, вообще во всех парках, как бы, эти катки сохранятся. Увеличится количество катков на территории общеобразовательных школ. В этом году сдаются вот 10 универсальных спортивных площадок, которые будут зимой заливаться и использоваться для организации массового катания. Ну и дворовые территории, дворовые катки, которые были традиционным местом для катания жителей нашего города, они безусловно сохранятся. Сейчас вот мы формируем, скажем так, этот реестр, определяем места, определяем, закрепляем ответственных лиц, ответственные организации, кто будет нести ответственность за содержание, где-то за уборку, за заливку и так далее. И после этого, я думаю, что там в середине ноября мы уже даже опубликуем этот реестр, этот список катков, который будет для жителей города в бесплатном, в свободном доступе. А вы как-то мониторили, кто катается на дворовых катках? Все-таки в основном мальчишки? Да не в основном мальчишки, это и мальчишки, и девчонки. В основном, конечно, молодежь. Взрослые достаточно так скептически, наверное, к этому относятся. В основном бабушки и дедушки приводят своих внуков там и внучек и следят за ними. Где-то чайку налили, посмотрели, чтобы они упали, где-то упали. Подняли, отряхнули. В основном, конечно, это дети. Дети и молодежь. А мне кажется, что некоторые бабушки и дедушки бы встали. Ну, вообще страшновато, когда рядом носится молодежь, которая ничего не боится, сметает все на своем пути. Ну, есть. Какой-нибудь ветеранский, может быть, каток бы. Ну, отдельно ветеранский каток, вы понимаете, даже все-таки вопрос, как добраться до него. Целесообразности, конечно же, да. Да, вот у нас, кстати, Аня уточнила по поводу красных коммунаров 12 и 22-го портсъезда 1А. Я оставила нам телефон, поэтому если сейчас не будем отвечать, то можно будет это сделать. Ну, дворовые площадки ледовые, да. Те, кто заинтересован, в общем-то, те, у кого дети, у кого знакомые, знают, что вот-вот-вот стартует очередная золотая шайба, да. Даже, по-моему, где-то на этой неделе у вас уже такое установочное совещание будет по этому поводу. Да, на самом деле у нас первое установочное совещание с представителями хоккейных команд, возможных участников, планируемых участников золотая шайба уже прошло. На сегодняшний день формируется заявка на приобретение спортивной экипировки для хоккеистов. Мы в рамках работы наших тренеров по месту жительства приобретаем в этом году и хоккейные клюшки, и шайбы, и коньки, и шлемы, и непосредственно сами майки для того, чтобы как можно больше детей у нас смогли принять участие в золотой шайбе, но принять участие в золотой шайбе в полном обмундировании. Безопасность прежде всего, потому что хоккей достаточно травмоопасный вид спорта, и вот такую задачу мы перед собой поставили. Кроме того, сейчас совместно с Федерацией хоккея Самарской области, Федерацией хоккея города, мы формируем календарь, календарь проведения соревнований. Ориентировочно могу сказать, что открытие сезона планируем на 1 декабря. Формат достаточно интересный, но он пока прорабатывается. Что это будет за праздник, об этом мы расскажем немножечко позже. А так сам старт золотой шайбы у нас городской этап запланирован на зимние каникулы. То есть буквально после 1-3 января мы стартуем золотую шайбу в городе будем проводить. Вот почему я сейчас об этом заговорила, чтобы понимали дети, понимали их родители, что от них требуется, только захотеть. Все остальное, насколько я понимаю, будет? Команду. Сформируйте команду, да, сформируйте команду. Ну, сформируйте команду, обратитесь в наш департамент. Телефоны всем известны, в принципе, да. И мы поможем вам определиться с местом проведения. Мы поможем вам с катком, если он необходим. Безусловно, там дворовые команды не всегда располагают катком необходимых размеров. У нас сегодня такая возможность есть. Мы подскажем, кому обратиться, как это организовать наиболее лучше. Только захотеть в результате. Да, да, да. Ну, а вы как-то уже анализировали, будет в этом году заявок больше, чем было в прошлом? Да, да, да. Если в прошлом году у нас по всем возрастным категориям участвовало 12 команд, уже сейчас подали заявки для участия в золотой шайбе 16 команд. Это мы про город говорим? Да, про город говорим. 16 команд. Ну, вот буквально сегодня у нас состоялась встреча с еще одной инициативной группой, которые вышли с предложением об участии в золотой шайбе. Рассматриваем. Ну, вот я говорю еще раз, основное требование на сегодняшний день – это все-таки безопасность. Команда, если она заявилась дворовой, она должна иметь спортивную экипировку форму. Потому что по-другому мы не сможем допустить их к участию в этих соревнованиях. Но этой формой вы же команду обеспечите? Мы обеспечиваем формой команды тренеров по месту жительства. Если образовывается какая-то еще команда на территории города, обращаются к нам, мы постараемся решить этот вопрос с помощью привлеченных в небюджетных средств. У нас есть партнеры, традиционные партнеры, которые помогают нам в организации золотой шайбы. Поэтому мы постараемся этот вопрос решить. Мы сегодня говорим о спорте. У нас в гостях руководитель департамента физкультуры и спорта Андрей Третьяков. Еще по стадионам, Андрей Владимирович, Буревестник. Что будет со стадионом Буревестник? Ну, на самом деле, много информации в интернете. Прекрасно знаете проблему. В свое время стадион Буревестник был продан. В настоящее время уже Министерством имущественных отношений Самарской области ведется работа по возможному возврату данного стадиона. В областную собственность. Дальнейшие подробности, как это будет происходить, либо произойдет ли это вообще, пока сложно говорить. Дело достаточно такое, тяжелое. И еще вопрос, когда достроится спортивная площадка на аэродромной 18? Не готов сейчас сказать. По аэродрому 18 нужно отдельно просто смотреть. Я думаю, что мероприятие, которое завершилось совсем недавно, получилось совсем некомым и которое заслуживает того, чтобы о нем сейчас еще поговорить отдельно. Это конкурс «Спортивная семья», да? Моя семья, спортивная семья. Да, да, да. Детище, которое, можно сказать, вы вырастили, выненчили. Ну, действительно, мы очень долго шли к этому мероприятию. Более... Последний раз такое мероприятие в городе проводилось в 2008 году. С тех пор о нем забыли, скажем так, в этом году оно у нас возродилось. Были опасения по участникам, а будет ли это интересно жителям, а как отреагируют в тех или иных районах. Все прошло с точностью до наоборот. То, чем мы ожидали, как бы немножечко инфантильности, скажем так, жителей, на самом деле не так. Очень активные жители, очень интересные, спортивные, волевые, целеустремленные. Ну, что хочу сказать. 68 семей приняли участие в районных этапах. В воскресенье у нас прошел финал, где 20 лучших семей, по две лучшие семьи от каждого района участвовали. И две семьи, которые стали победителями в рамках открытия этого турнира на вторую очередь и набережной. 20 семей лучших в МТЛ-арена. Два с половиной часа драйва, адреналина. Ну, просто хорошего душевного настроения. Я просто был в восторге от этих соревнований. Плюс себе скажу, как бы нашему департаменту скажу, отклики всех хорошей организации. Мне самого действительно понравилось. Мне самому понравилось. Это первое, я еще раз говорю, вот у нас первая ласточка будет ФОК в следующем году, первая ласточка – это турнир. Но этот турнир станет у нас ежегодным и традиционным. Я уверен, что в следующем году количество участников увеличится. И формат мы немножечко сделаем еще интересней. Этому празднику, празднику спорта, празднику здорового образа жизни – жить, быть в Самаре однозначно. Вот мы говорим с вами о пропаганде физкультуры и спорта, как ее сделать. Вот именно такими мероприятиями подстегивается интерес занятий физкультуры и спорта. Только своим примером родители могут показать, рассказать, привлечь своих детей. Только так. А вот вы говорите, что это было здорово, весело, интересно, зрелищно. А как все это придумывается, кем, где это рождается, в чьих молодых головах? В недрах департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Безусловно, мы, прежде чем подготовить программу проведения соревнований, проанализировали, как это происходило ранее, что интересного сейчас делается в других городах, в других регионах. И самое лучшее – постарались слепить из него вот этот комочек, комочек маленького спортивного счастья, комочек семейного спортивного счастья. У нас, на мой взгляд, это получилось. 20 семей ушли с подарками, с призами, с хорошим настроением. Немаловажно, на мой взгляд, что мы смогли отметить не только победителей, три команды, я с удовольствием назову их фамилии. Это в Октябрьском районе семья Братчиковых, третье место заняла это в Желедорожном районе семья Поповых, и чемпионами в этом году стали семья Феоктистовых из Красноглинского района. Но и остальные 17 семей ушли с хорошим настроением, каждый ушел с тортом, каждый ушел с грамотом. Мы отметили каждую семью своими номинациями «Самая ловкая семья», «Самая веселая», «Самая быстрая», «Самая красивая семья». Вот эти все номинации были распределены между всеми. Ну и, конечно же, неподдельный интерес, неподдельный такой, знаете, блеск в глазах у детей. Вот для них мы, в принципе, конечно, это делали. Вот они ушли счастливыми. А как Вы считаете, что мотивирует, что движет людьми, которые участвуют? Ведь, наверное, не ради же только подарков. Нет, не ради подарков. Вы знаете, разные, скажем так, мотивационные составляющие, но в первую очередь это хорошее спортивное, физкультурное прошлое. Каждая из этих семей в той это отношение к спорту. В прошлом это и спортсмены на сегодняшний день, это где-то тренеры по месту жительства. Вот, кстати, семья Попова, которые второе место заняли там, и мама, и папа являются тренерами по месту жительства. Спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, да и просто любители спорта. Вот эта мотивация. Ну, что-то новое, интересное, опять же, говорят, уйти от этого дивана, от телевизора, от пульта, да, прийти в спортивный зал и получить какой-то вот драйв, такие эмоции новые, новый какой-то заряд на трудовую неделю, на трудовой месяц, на трудовой год практически. А вот недавно в Тольятти завершился спортивный форум звезды Самарской губернии. Если я не ошибаюсь, вы награждали тренеров по месту жительства как раз, да? Спортивный клуб по месту жительства я награждал. Ну, это вот было не из Самары, поэтому хотел вас спросить, что наше-то? Ну, спортивный клуб, мы говорим спортивный клуб по месту жительства, мы не говорим тренер по месту жительства. Такой номинации нет. Но это действительно очень важная номинация. Для меня вот на самом деле из этого форума две наиболее важных номинации, которые я как бы отметил для себя. Это лучший детский тренер и лучший спортивный клуб по месту жительства. Можно было, конечно, отметить там лучшего тренера по месту жительства. Безусловно, здесь бы приоритет был у Самары однозначно, да? Но вот именно в спортивном клубе по месту жительства начинается прививаться любовь к спорту. Первые шаги, первые азы. Это дворовая площадка, спортивная дворовая площадка, дальше детский тренер. Вот эти две номинации для меня были наиболее такие ценные, важные. И эта миссия, которая мне досталась, да, вручение этих наград. Действительно очень, знаете, людям, которые работают не за деньги, не за славу, они работают, потому что любят свою работу. Вот достаточно такие, знаете, вот простые, открытые, но в то же время фанатично преданные своему делу. Это фанаты, это фанаты своего дела, поэтому вот я такими людьми дорожу. Мне всегда приятно с ними общаться, черпаю от них энергию, честно скажу. Вопрос от Натальи. Занимались дзюдовцы из КВС, сократили группу. Почему? Что же нам теперь делать? ЦСКА в УВС, ну это нужно разбираться, понимаете, это не городская структура, это ведомственная структура. Оставьте свой контакт, да, мы с вами обязательно свяжемся. Андрей Владимирович, я слышала, что вы озвучивали некое ожидание новых идей, конструктивных предложений, насколько я понимаю, вообще от жителей, да? То есть вот вы реально делаете какую-то ставку на это направление и надеетесь получить вот эти конструктивные идеи? Конечно. Конечно. Вот вы знаете, это очень важно, когда есть отклик от жителей города, есть предложение, конструктивное действительно предложение о организации проведения тех или иных мероприятий. Организации какого-то спортивного блока там во дворе, да, там тренажеры может быть, там площадки какие-то для воркаута, привести в порядок это, привести в порядок то. Вот эти сигналы, да, они заставляют нас более четче работать, более четче работать, понимать наиболее болевые точки и принимать такое, знаете, взвешенное, но и быстрое решение. Ведь люди, которым все безразлично, да, они не будут к нам обращаться. А к нам обращаются наиболее активные, наиболее такие спорто-любивые, что ли, да, жизнелюбивые люди, которые сделать хотят не только для себя, но и для окружающих. Поэтому вот эти все предложения мы с удовольствием ждем, мы их рассматриваем и стараемся реализовать в нашей работе. Понимаете, вот наша работа, это многие там считают, что это календарный план, официальные соревнования, и как бы мы достаточно ограничиваем. На самом деле, Андрей Владимирович, это совсем не так. Абсолютно. Но об этом, надеюсь, вы расскажете в следующей программе. Удачи вам. Вот на этом поприще. Спасибо, что приняли участие в программе. Мы прощаемся со зрителями. До свидания. Увидимся в городе Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова